Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Мы уже поговорили и про скрининг рака легкого и по наблюдению за очагами в легких. А теперь поговорим немножко о той ситуации, когда нам нужно добыть материал для морфологического исследования, чтобы понять, с какой же болезнью мы имеем дело. Материал этот можно получить различными способами, в том числе и путем транстаракальной биопсии. Выполнить последнюю можно с использованием различных систем и различных лучевых модальностей. Это может быть какой-то ультразвуковой метод, СИДУГА, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и так далее. Но необходимо помнить, что в целом все исследования можно подразделить на диагностические этапы и лечебные. Мы сегодня поговорим, в частности, о биопсии, как об элементе диагностических процедур. Какие же в целом различные модальности лучевые имеют свои преимущества и недостатки? Традиционная рентгеновская флюороскопия, которая на сегодняшний день, конечно же, ушла в прошлое. Это, с одной стороны, режим реального времени с высоким пространственным разрешением и в основном применяется на сегодня при эндоваскулярных вмешательствах. Но, что касается легких, это, с одной стороны, большая лучевая нагрузка, с другой стороны, сложно разобраться банально в объеме, чтобы понять, мы попадаем иглой в очаг или же мы попадем в какое-то другое место. Что касается УЗИ, это и режим реального времени, и высокое пространственное разрешение. И УЗИ-аппараты есть практически в любом стационаре. И дешево, и можно сосуды визуализировать и так далее. Но, здесь есть большие, но, что касается легких, это то, что мы не можем визуализировать очаг, экранируемый легочной паренхемой, и в то же время костные структуры дают большие артефакты. МРТ, метод крайне хороший, но дорогой и требует магнитных инструментов. И, что касается легких, также достаточно сложно реализовать данную процедуру. И то, что на сегодняшний день в мире применяется наиболее широко, это компьютерная томография для проведения интервенционных вмешательств на легких. Этот метод с высоким пространственным разрешением, позволяющий эффективно визуализировать те или иные образования, создавать мультипланарные реконструкции. Здесь минусы какие? Это лучевая нагрузка раз, ограниченное пространство для манипуляции в апертуре ГЕН-3-2, и сложно бывает попасть в очаг при необходимости построения траектории с большим отклонением от оси Х. Какие в целом существуют способы вмешательств под контеконтролем? На слайде представлено их три. Это последовательный режим, который самый простой, не требует никакого дополнительного оборудования и может быть реализован при наличии банального самого компьютерного томографа, когда врач шаг за шагом продвигает инструмент в теле человека и выполняет контрольные сканы, дабы посмотреть, где находится инструмент в определенный момент времени. Второй вариант – это КТ-флюороскопия. При этом специалист интервенционной радиологии находится непосредственно около пациента, периодически нажимает педаль и подает напряжение на трубку, и практически в режиме реального времени способен визуализировать соотношение инструмента и зоны интереса. И, наконец, такое новое направление на сегодняшний день – это использование роботизированных и стереотоксических компьютерных систем. Вот самый простой вариант. На слайде представлен биопсия очага, прилежащего к плевре. Когда последовательный режим используется, когда маленькая вероятность повреждения каких-то крупных структур, органов и легочной паренхемы. КТ-флюороскопия – достаточно глубоко расположенный очаг. Добраться до него не так-то просто. Он небольшой. И поэтому в режиме реального времени к нему уже подведена игла и осуществлен забор материала. И после исследования выполняется контрольное сканирование. Видно кровоизлияние в легочную паренхему. И вот как же реализуется трансторакальная биопсия с применением роботизированной системы. На видео представлен робот, который установлен около томографа. У него есть такая подвижная консоль с рукой. Эта рука придвигается к телу пациента. И вот в этих лапках зажимается проставка с каналом, через который устанавливается биопсийная игла. Здесь подказан этап планирования биопсии. Вот это виртуально нарисовано. Вот это самая подвижная часть руки робота. И уже потом по намеченной траектории в опухоль устанавливается игла и осуществляется забор биопсийного материала. Теперь уже непосредственно поговорим о трансторакальной биопсии. Что же это такое? Это в целом метод через кожные пункции, который предназначен для диагностики, с одной стороны, образований подозрительных на опухоль. Да, дабы убедиться, что это действительно новообразование, изучить его гистотип, провести стадирование и необходимые молекулярные тесты. Или в том случае, если мы имеем дело с какими-то участками консолидации, не разрешающейся во времени, возможно, мы имеем дело с какой-то рефракторной инфекцией, и нам нужно получить материал для бактериологического исследования. Это стандартный слайд, описывающий анатомию грудной клетки. Необходимо помнить, что лучше, конечно же, выполнять пункцию по верхнему краю ребра, однако в то же время мы сегодня используем достаточно тонкие биопсийные иглы, и вероятность кровотечения из межреберных сосудов на сегодняшний день невысока. Из каких же в целом этапов складывается проведение трансторакальной биопсии? Прежде всего, нам нужно оценить показания для проведения подобного вмешательства и те риски, которые оно с собой несет. Необходимо помнить, что, как и любое инвазивное вмешательство, оно сопряжено с достаточно большим числом осложнений вплоть до смертельного исхода. Что касается планирования биопсии, нам надо, если определиться с целью, особенно если несколько очагов, выбрать наиболее подходящий, определить, каким же способом мы будем проводить биопсию, либо это то инкогольно-эспирационная биопсия, либо это репанобиопсия, выбрать оптимальный доступ, соответствующим образом расположить пациента, определить нужный угол и траекторию введения инструмента, определиться с тем режимом компьютерной томографии, который мы будем использовать, либо это последовательный режим флюороскопии, либо применение стереотоксических систем, и быть готовым к тем осложнениям, которые неизбежно могут возникнуть в результате проведения нашей манипуляции. Что касается послеоперационного контроля, да, это либо рентгеновский метод, либо, опять же, компьютерная томография, и осложнения легкие и тяжелые. Тяжелые могут потребовать экстренного вмешательства, вплоть до торакотомии, и нам нужно обладать теми ресурсами, которые позволят решить данную проблему. Легкие осложнения, они требуют некоторого мониторинга, как правило, это от 1 до 4 часов, как в большинстве случаев 1-2 часа, и оценить, в конечном счете, те полученные результаты, которые мы имеем. Если мы получили отрицательный результат, нужно для себя разобраться, чем это было обусловлено. Либо то, что мы получили действительно свидетельствует о том, что у пациента нет онкологического заболевания, либо же мы понимаем, что мы, возможно, допустили какую-то ошибку или просто забрали материал из участка некроза, или банально не попали в опухоль, и нужно поставить вопрос о проведении повторного вмешательства. Что касается определения показаний и оценки возможных рисков, прежде всего, чего мы опасаемся, вводя иглу в организм, это то, что возникнет легочное кровотечение. Поэтому в идеале выполнить общий анализ крови и коагулограмму и убедиться, что у пациента нет тромбоцитопенитр, уровень тромбоцитов должен быть хотя бы 50 на 10 в 9, и уровень МНО должен быть больше, чем 1,5. Также определенные противопоказания возникают у пациентов с низкими функциями внешнего дыхания, пациенты с затрудненным дыханием или принимающие гепарин и другие антикоагулянты. В то же время часто пациенты старшего возраста принимают аспирин, но надо помнить, что это не является противопоказанием к проведению трансторакальной биопсии, и не нужно просить пациентов прекращать прием аспирина. Что касается факторов риска, это женский пол, это люди старшего возрастной группы, курящие, с наличием хоббл, воскулитов, если вдруг это трансплантированное легкое, или если это одно легкое после пневмонектомии. С одним легким нужно быть наиболее аккуратным, потому что возникновение большого пневмоторекса при наличии единственного легкого может быть сопряжено с развитием выраженной дыхательной недоставки. Точность помощь необходима проводить молниеносно. Какие же данные предварительного сканирования мы оцениваем? Это, как правило, нативное КТ, и КТ-сконтрастирование нам может быть полезным в том случае, если мы подозреваем какую-то сосудистую природу новообразований, или если нам нужно визуализировать проходящие в структуре образования сосуды. Если мы говорим о методах радионуклидной диагностики, то здесь мы сможем визуализировать наиболее активную зону новообразования, если, допустим, эта опухоль большая, и в ней присутствует зона некроза. Это позволит нам спланировать операцию таким образом, чтобы взять материал из наиболее потенциально информативного участка. При выборе анестезии мы, естественно, в подавляющем большинстве отдаем приоритет местной анестезии, возможно, умеренная седация. Но у некоторых пациентов с выраженным беспокойством или у детей мы используем в том числе и общую анестезию вплоть до эндотрахеального наркоза. Искусственная вентиляция легких нам, с одной стороны, минус, с другой стороны, плюс. Минус в том, что легкая дать находится постоянно в движении, и есть факторы повреждения плевры и каких-то других элементов легкого. Но в то же время мы всегда можем попросить анестезиолога остановить дыхание на определенном уровне, либо на пассивном вдохе, либо на определенном уровне вдоха, и таким образом, зафиксировав легкое, выполнить забор биопсинного материала. Что касается выбора операционного доступа. Если есть возможность выполнить манипуляцию, расположив пациента на животе, нужно отдать предпочтение такому способу расположения пациента. С чем это связано? Это связано с тем, что позвоночный столб во многом стабилизирует задний отдел легкого, и они меньше смещаются при дыхании. Поэтому, если мы можем подобраться к опухоли сзади, нужно это сделать так. Выбираем наиболее кратчайшую траекторию с небольшим углом к плевре. Это связано с тем, что угол требования к углу с плеврой – это обусловлено тем, что при малых углах возможна травматизация плевры и развитие пневмоторакса, и оптимально идти через рубец и ревизионов фиброза, так как это тоже позволяет снизить вероятность осложнения. Необходимо избегать участков эмфиземы, междолевых щелей, бронхов, сосудов. Все это связано, естественно, с теми возможными осложнениями, которые мы можем получить. Вот так немножко хитро расположен очаг в качестве примера. За лопаткой вроде бы и подбираться к нему неудобно, но надо понимать, что мы можем как-нибудь по-хитрому всегда расположить пациента, чтобы сделать этот очаг доступный для доступа к нему. После этого надо определиться, каким инструментом мы будем осуществлять биопсию. Возможно либо проведение трепанной биопсии, либо тонкоигольной биопсии. Как я уже говорил, информативность их несколько разная. Для трепанной биопсии это, несомненно, больше информативность, потому что мы можем провести более расширенное гистологическое исследование. А в то же время трепанная биопсия, как правило, не дает достаточного представления о тканевой структуре опухолей. И что касается игл, для легкого это оптимально 18-20 гейдж. И нужно помнить, что нужно забрать хотя бы 2-3 столбика кусочка ткани, чтобы выполнить полноценное морфологическое исследование. Ну и в то же время необходимо ориентироваться еще не только на количество, но и на качество того материала, который вы получаете. Визуально достаточно хорошо можно отличить легочную паренхему от опухолевого очага. Имеются разные варианты какой-то разметки накожной, чтобы получить оптимальную проекцию доступа к очагу. Вот в свое время использовались и такие направляющие механические системы. Но в повседневной практике, помимо рентгеноконтрастных решеток и каких-то рентгеноконтрастных меток, можно использовать самую обычную скрепку, прикрепив ее на поверхность тела человека и таким образом вычислить оптимальные места вкола для иглы. Сколько же нужно наблюдать пациентов после биопсии? Для этого сначала характеризуем те осложнения, которые мы можем получить. Это либо, как правило, кровотечение, либо пневмоторакс. Нужно помнить, что небольшое кровотечение в легочную паренхему – это норма. Поэтому, когда пациент после биопсии начинает кашлять, и у него отходит небольшое количество мокроты с кровью, не нужно этого пугаться, нужно пациенту успокоить. И сказав, что ничего страшного, мы за вами понаблюдаем, и, как правило, подобные осложнения достаточно быстро оккупируются. Если же в целом осложнения возникают, то, как правило, они возникают в первый час или непосредственно при проведении процедуры. Если мы видим, что у пациента в пневморальной полости появилось небольшое количество крови или газа, воздуха, даже если в течение нескольких последующих минут это количество не увеличивается, нужно такого пациента оставить при себе и понаблюдать за ним, а, возможно, в последующем выполнить либо повторную компьютерную томографию, либо выполнить рентгеновское исследование и убедиться, что данные события не нарастают в динамике. Но в целом для наблюдения хватает от 1 до 4 часов. Осложнения. Вот мета-анализ, включавший достаточно большое количество пациентов, и было установлено, что при проведении транстракальной либо трепанной биопсии, трепанной биопсии либо тонкой голени, спирационной биопсии, вот эти осложнения примерно распределены в таком количестве, ну, тяжелых, при трепанной биопсии около 6%, пневмоторакс возникает в той или иной степени у каждого четвертого пациента, однако дренирование требуется не так много, около 6% пациентов, а по многим исследованиям даже меньше, и кровоизлияние у каждого пятого пациента, кровохарканье у каждого 25-го. Пневмоторакс, чистота, как я уже сказал, примерно у каждого пятого пациента развивается уже в основном во время процедуры, и нужно быть особенно осторожным у пациентов с инфиземой, у пациентов с ХОБЛ. Да, но те отдышки, те симптомы, которые возникают, они достаточно стандартные, но мы здесь прежде всего ориентируемся не на столько на жалобы пациента, сколько на рентгенологическую картину. Какие факторы риска? Это глубокое расположение очага или наличие эмфиземы, и те особенности, которых я уже отметил выше, это малый угол при вколе иглы с плеврой, либо многократные пункции, либо прохождение иглы через междолевую щель. Какие факторы снижения риска? Это сращение плевральных рисков или образование, прилежащее к грунтной стенке или средостене, что позволяет провести иглу через неотравмируя легочную паренхему. Кровотечение. Здесь достаточно широкое различие в представлениях, потому что, с одной стороны, можно говорить и о легочном кровотечении, когда есть скопление крови буквально вдоль биопсийного канала, это первая степень, либо когда мы говорим о каком-то уже более серьезном кровотечении, либо в легочную паренхему, либо в плевральную полость. Как я уже говорил, что примерно первая, вторая, третья степень, от нулевой до второй степени – это норма, и не стоит поэтому особо сильно беспокоиться, либо же если это вторая, третья или четвертая степень, то здесь нужно быть готовым к купированию этих возникших осложнений. Какие факторы повышают вероятность кровотечения? Это женский пол, эмфизема, субсолидные образования или глубоко расположенные опухоли, и нарушение системы коагуляции. Повышают риск легочной гипертензии и приема аспирина. Вот клинический пример. Образование, с одной стороны, расположено не так далеко и от плевры, но в то же время прилежащая к корню легкого. Вот игла дошла до плевры, после этого она продвинута еще на сантиметр и выполнен забор биопсийного материала, который оказался информативным, это рецидив лимфомы. Однако, уже непосредственно после процедуры видно, что в плевральной полости мы имеем скопление крови, которое буквально через два часа привело к такому массивному гемотору, что потребовалась торкотомия и коагуляция сосуда поврежденного. С пациенткой все в порядке, выжила, закончилось для доктора в том числе все хорошим исходом. И более редкие осложнения – это воздушная эмболия, которая может быть обусловлена тем, что игла попадает в легочную вену, и при этом, если извлечь из нее внутренние стилет, то, естественно, воздух попадает в вену и в кровеносную систему. Симптомы связаны либо с блоком коронарных сосудов, либо с блоком церебральных сосудов, поэтому это либо сердечная недостаточность и нарушение ритма, либо какие-то симптомы церебрального дефицита. И здесь необходимо что сделать? Расположить пациента в положении Транделенбурга, приподняв ему ноги, обеспечить оксигенацию кислородом, в идеале гипербарическую оксигенацию, и проводить телене симптоматическое лечение, дабы максимальным образом купировать на подобные проявления, подобного осложнения. Вопрос о метастазировании вдоль канала биопсийной углы до сих пор такой неоднозначный. При некоторых опухолях действительно отмечается подобное осложнение, но в целом это казуистика, и в литературе подобные случаи измеряются единицами. И что касается летальных исходов, то это тоже крайне низкий, но в то же время существующий риск транстаракальной биопсии. Информативность и чувствительность метода достаточно высоки, более 90%, и прогностическая точность, ценность положительного результата 100%, а ценность до 84%. Какие же факторы предполагающие то, что мы добудем информативный материал? Это использование КТ-флюороскопии, трепанной биопсии, нежели тонкоигольной аспирационной биопсии. То, что мы заберем несколько образцов ткани, как я говорил, не менее двух-трех, и относительно небольшие размеры на образование. Если это тонкоигольная биопсия, малое количество образцов, очень маленькие и очень большие образования, то большая вероятность того, что мы не получим ответа, имеем дело с опухолевым заболеванием, или это какой-то другой процесс. И когда мы... Необходимо всегда помнить, что если мы получаем ложный отрицательный результат, то надо задать вопрос к себе, что, скорее всего, мы выполнили забор материала неэффективно, и нужно рассмотреть вопрос либо проведения повторной биопсии, либо о каком-то другом методе верификации, либо другом способе получения материала для морфологической верификации. Хочу закончить следующими выводами, что трансторокальная биопсия, несмотря на всю свою простоту, это процедура, которая требует тщательной предоперационной подготовки и планирования. Она сопряжена с возможностью развития достаточно серьезных осложнений, и нужно быть готовыми к их купированию. И диагностическая информативность трансторокальная биопсия высокая при правильном ее выполнении. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова